Село Андреево-Ивановка Николаевского района Юная певица из Березовки Алина Избаш исполнила песню на английском языке «Sweet People», призывающую людей к миру. И выступать сегодня было честью, наверное, для меня. Конкурсанты представили множество интересных и разнообразных номеров. Михаил Штреблев из Ананевского района показал искусство паркура. Лауреат межрайонных конкурсов Александр Володько из Викторовки Березовского района порадовал мастерским владением баяна. Зрителям старшего возраста пришлись по душе народные песни в исполнении мужского квартета «Садко» представителей Николаевки и женского трио «Хуторянка» из села Коховка Ананевского района. Аудитория активно поддерживала участников концерта, и каждый нашел себе композиции по вкусу. Мне очень понравились такие хорошие, молодые, энергетически позитивные участники. Мне очень понравились хлопцы, акробаты с села. Это такой труд. Я в захвате, что у нас в селе. Я думала, что только так, по телевизору. Молодцы. Мне понравились Зананевский трёх, трёх жёночок старшего и останнего. И разные жанры, и вообще чудовие украинские люди. Спевучие, веселые. Нам бы еще только миру и спокойно. А дальше все у нас было бы очень хорошо. Я думаю, что сегодняшний финал выправдал сподевания всех присутствующих, и моей личности тоже. Потому что участники выступали на очень высоком уровне. Им было бы много, они были бы прекрасны, они бы выглядали хорошо на сцене. Возможно, поэтому члены жюри пришли к выводу, что все призовые места следует разделить между участниками. Что же касается специальных наград, то приз за лучшее исполнение украинской песни получил вокальный ансамбль «Забава» из «Ананина». Также жюри отметило высокое сценическое мастерство Виктории Соколовой из Ивановки. А приз зрительских симпатий жители Николаевского района, конечно же, отдали своей исполнительнице – Кате Приходько из Левадовки. Украина – это я, Украина – это ты, Украина – это мы, Украина. Третье место фестиваля «Мы ищем таланты» получили представители оригинального жанра. Это акробатический дуэт из Рауховки Березовского района в составе Лиды Науменко и Леши Шадурского, а также коллектив из села Саханское Ширяевского района, устроивший весьма необычное для зрителей представление – стритворкаут. Серебряную ступень разделили Любашевский танцевальный коллектив «Санрайз» и детский ансамбль лошкарей «Ладушки» из Березовки, порадовавший зрителей яркостью и оригинальностью выступления. Ребята все равно справились очень улыбчиво, с настроением. Мы очень довольны, да? Да. Победителей фестиваля «Мы ищем таланты» также было двое. Жюри оценило, насколько сумел завести аудиторию своим мастерством представитель Березовки Дмитрий Смоклюк. В новомодном жанре битбокс. Получив диплом победителя, Дима устроил еще один битбокс-сет на бис. Вторым триумфатором была признана юная певица из Любашевки Яна Кноп, регулярная участница творческих мероприятий от фонда «Фурсина». Когда я хочу выходить на сцену, да, бывает волнение там, чтобы слова не забыла, чтобы еще что-то. А так, то я свободно пою. Я себя чувствую хорошо на здании, я как рыба в воде. Фонд «Фурсина» уже второй раз проводит фестиваль «Мы ищем таланты» для того, чтобы дать перспективным исполнителям возможность творческого и профессионального развития. Я думаю, что для многих эта сцена станет местом, которое можно назвать трамплином в их будущую серьезную творческую жизнь. Гала-концерт конкурса стал настоящим праздником. Таким, каких сегодня не хватает в стране. Нам треба зла, а зла не треба.